Евгений Вольтов. Тренинг «Навигатор». Психология личности и коммуникаций. Издательство «Эксмо». Я не знаю, кто ты и как тебя зовут, чем ты занимаешься и что стоит за твоими мыслями и желаниями. Нужное подчеркни. Но уже совершенно точно ясно одно. Если ты слушаешь сейчас меня, значит, вероятнее всего, ищешь ответы на вопросы. Я дам тебе эти ответы, во что бы то ни стало. Меня зовут Евгений Вольтов. По гороскопу я близнецы. По нику в Инстаграм «Саркастист», а по образованию – телевизионный журналист, продюсер и психолог. А также пиар-директор личностей, которые уже наверняка умело проникли к тебе в телевизор или в смартфон. Я занимаюсь не только продюсированием, но и глубинным изучением различного рода коммуникаций уже почти 10 лет. Некоторые считают, что освоенная мной профессия не более чем воздух и прямая родня первой древнейшей. Это неправда. Повторюсь, моя профессия – продюсировать личность. И твою, быть может, в том числе. Я вдохновляю и воплощаю то, что самим этим личностям порой бывает не под силу. Психолог сродни хорошему хирургу, учителю и иногда даже няньке. Но именно сейчас я хочу поделиться с тобой своими знаниями и опытом. Слушай, внимай внимательно, и то, что тебя заинтересовало вначале, будет воплощено в жизнь тобою в конце нашего виртуального общения. Готовы? Тогда не верьте ко мне на слово. Лучше слушайте и проверяйте на деле. Начинаем? Начинаем, конечно. Распространенный миф, что коммуникация – это сложно, и для того, чтобы она была эффективной, нужно врать, обманывать, изгаляться, уметь хорошо говорить, обладать определенным тембром голоса. Ну, в общем, любая другая ерунда, которую вы когда-либо слышали – это неправда. Вообще есть много разных методик. И когда я изучал речь в своих идеальных университетах, я столкнулся с тем, что очень много информации просто не имеет прикладного назначения. То есть ты читаешь книгу, а видишь – ну, вы поняли. На самом деле коммуникация – это действительно просто, если предпринять, конечно, определенные действия. Подчеркну – не усилия, действия. Это определенная модель поведения, если угодно. Я лично пропагандирую такую коммуникацию, которая позволяет ничего из себя не выжимать и не притворяться. Ну, то есть мы сохраняем с вами свою собственную органику и при помощи вилки и ножа грациозно обедаем, а не едим руками, даже если вокруг 12, 13 или 500 вилок справа и 800 ножками слева. Конечно, для общего ознакомления уместны такие книги, как «Успешные переговоры» или «Игры, по которым играют люди». Почитайте их обязательно. Только вот должна быть какая-то теоретическая база в сочетании с практической. Тогда появляются секты. Мне, как антисектанту, опять же, очень хотелось бы, чтобы коммуникация оставалась коммуникацией и ничем более. Такая вот подводочка. А теперь продолжим. Так какие же нужно предпринять действия, чтобы стать хорошим коммуникатором? Если говорить именно о действиях, то я лично считаю, что 60% эффективной коммуникации – это коммуникация невербальная. Все спикеры готовят речи, пишут себе тексты, разбрасывают, знаешь, презентации по всем рекламодателям и всем партнерам, чтобы не забыть какое-нибудь слово или потом, чтобы не сказать лишнее. Я за то, чтобы присматриваться прежде всего к тому, как ты двигаешься, как ты смотришь, как улыбаешься и даже как киваешь головой. Это ни в коем случае не НЛП, не подумай, как многие, потому что нейролингвистическое программирование – это просто чтобы мы с тобой были в курсе, да? А это все-таки манипуляция чистой воды. То, что даю я – это не психологическое айкидо, которое является средством защиты от манипуляций. Это всего лишь способ сделать твой собственный мир вокруг тебя комфортнее и лучше. Не только для себя, но и для твоего собеседника. Крут, правда? Навык, который ты при этом нарабатываешь лично себе – это успешные переговоры. Ну что, готовы? Начинаем. Как же все-таки улыбаться, если не хочется, знаешь? Ну, узнавай. Вообще существует множество классификаций улыбок. Психологи и психотерапевты их делят по животным, по смайликам. Ой, кстати говоря, про смайлы. Есть маленький секрет для девочек, если они меня сейчас слушают. Перестаньте публиковать в своих текстах блины, вот эти страшные круглые смайлики желтые. Переходите на кошечек. У меня был потрясающий эксперимент, в котором участвовало 50 мужчин и 50 женщин. Мы изучали смайлики как систему знаков. Так вот, практика показала, что женщины читают мужские сообщения со смайликами абсолютно верно. А вот мужчины, если женщина использует круглые смайлики, в конечном счете перестают воспринимать ее внимание с женской стороны. Ну, то есть ты становишься неким бесполым существом, коллегой, другом, я там не знаю. В общем, продолжать ставить блины и разочаровываться в собственной сексуальности, как ты думаешь. Или не делай этого, подумай. Так вот, короче, я использую три забавных термина, простых и забавных в отношении того, как распознать улыбку правильно и какой улыбкой пользоваться. Ты вообще умеешь улыбаться?